Итак, здравствуйте, навигатор X-Play. Рассмотрим такой вопрос, как установить на него программу 7 дорог. Так, здесь на данный момент установлен Navitel. Вот это меню немножко неудобное для установки программ. Была бы возможность выбора пути навигации, где можно было бы выбрать путь, там попроще немножко. А здесь по умолчанию NaviOne задано, здесь другие названия. Поэтому нам придется папку 7 дорог переименовать как NaviOne. И экзешно-файл тоже NaviOne. Ну, здесь Navitel по умолчанию сейчас отсюда выходим. Так, вышли, подключаем навигатор, компьютер. Для этого нам понадобится шнур, здесь micro-USB. Итак, подключились к навигатору, вышло такое меню. Выбираем компьютер, соединение с компьютером. Сейчас она определится как нищий накопитель. Так, здесь имеется флешка на 4 гигабайта. Она нам пока не нужна, на нее мы потом закинем карту. Сейчас разберемся с программой. Так, вот он Navitel под папкой NaviOne. Ее сейчас копирую. Название Ctrl-Copy. И переменую на 1, чтобы он не запускался при нажатии этой кнопки Navitel. Так, как скачивать откуда программу? Давайте рассмотрим тоже. Заходите в Яндекс. Выбирайте 7 дорог. 7 дорог. Заходите на сайт NaviKey. И вот, нажимаете загрузить. Здесь выходит меню. Можно скачать под Android, под Windows, под iPhone, под Windows SE. Вот нас интересует Windows SE. Также XP, 7 Vista. Под любой разрядность. Скачивайте Windows SE. Он у меня скачен, я не буду скачивать. И закидывайте. Так. Он у вас будет в архиве. Разархивируйте. И закидывайте ее в основную память навигатора. Так. Вот он сейчас копируется. Итак, папка скопировалась. Сейчас нам надо переименовать ее в NaviOne. Чтобы при нажатии в меню кнопки Navitel запустился вот этот. Про нашу программу 7 дорог. Так. Папка NaviOne. И экзешный файл тоже. NaviOne. Ctrl V. Здесь он тоже вот NaviOne запускался как NaviOne. Все. Отключаем навигатор от компьютера. Вот наш основной меню. Навигация. NaviOne. Так. Пошел процесс загрузки этой программы. Так. Предупреждает о том, что нельзя пользоваться навигатором во время движения автомобиля. Это все понятно. Согласен. Надо скачать карты. Это сейчас мы сделаем. Все. Практически сейчас заходим в опции. Очень... В чем здесь еще большое удобство? В том, что спутники автоматически настраиваются. Работа с компортом настраивается автоматически. Нажимаете кнопку автоопределения конфигурации. И вот он сейчас определяет, с каким портом работает этот навигатор. Так. Пишет, что думает. Долго-долго думает, конечно. На некоторых моделях он очень быстро все это определяет. Ура! Нашел он GPS-приемник этого устройства. Сейчас остается закинуть карты. ОСМ-карты. Для этого заходите тоже в поиск Яндекс. Так. Поиск Яндекс. Семь дорог удаляем. Английским набирайте ОСМ. Ну, я русским набрал. Вот оно вышло. ОСМ. Заходите в сайт ОСМ. Здесь карта для навитала, конечно, написана. Ну, и тут же существует карта для программы Семь дорог. Только она находится в другой колонке. Вот это навиталовские версии. Ну, по названиям. А вот 7W. Расширение 7W. Это как раз-таки вот расширение программы Семь дорог. Скачивайте любую область или полностью всю Россию. В данном случае меня интересует вся Россия. Весит она около 3 гигабайт. Ай, 3,5 гигабайт. И то, что очень хорошо, имеется флешка. Сейчас я ее выну. Флешка на этом навигаторе. Итак, вынул флешку. Из-за чего хорошо то, что флешка. То, что у меня скорость записи очень большая. А если бы стали 3,5 гигабайта на автонавигатор закидывать, это заняло бы около часа. А на флешку около 15 минут, может быть. Так, просто отформатирую. В чем проблема. Так, еще раз. Ну ладно, бог с ним, отформатируем. Начать, окей. Да. Все. Итак, к сожалению, не удалось отформатировать в microSD флешку, поэтому я обратно ее засунул в автонавигатор. И придется, наверное, закрыть через автонавигатор. Бывает такое то, что под себя подгоняет флешку и компьютер перестает ее видеть. Ну все, в общем, закидывайте карту России, показывайте путь к карте, выбирайте базовых настройках. Базовые. И все, пользуйтесь на автонавигатором. Все, всем спасибо за внимание. Продолжение следует...